Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска, утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Очередной выпуск обновления компонентов Windows 10 версии 19.03 уже доступна для скачивания и установки на официальном сайте Microsoft. Ну и как обычно представлены набор новых функций и изменений, а некоторые из них возможно окажутся полезными для вас. В этом обзоре я выделил 10 самых основных и интересных из них, касающихся интерфейса, параметров, новых функций и других новшеств систем. Итак, давайте же рассмотрим. А начнем мы с визуальных изменений. И как вы успели заметить, самое большое такое изменение это новая светлая тема. Теперь это стандартная тема в обычных потребительских системах. Если раньше даже в светлой теме часть меню были темными, то теперь она стала более целой и единообразной. Если вам это не нравится, не переживайте. Привычный режим со светлыми окнами и темными системными панелями никуда не делся. Темный режим Windows 10 до сих пор не всегда выглядит в операционной системе хорошо из-за обилия сторонних приложений, которые его не поддерживают. А вот светлая тема смотрится более согласованной и естественной. Microsoft также изменила стандартные обои Windows 10, чтобы они лучше сочетались с новой светлой темой. Еще местами добавлены элементы прозрачной панели пуска и меню, центры уведомлений, тени и т.п. Эти настройки вы можете изменить открыв параметры, персонализация, цвета и установив здесь соответствующую отметку. Кроме этого Windows 10 появилось зарезервированное хранилище. Выделенный объем дискового пространства предназначены в первую очередь для беспроблемных обновлений системы. Как известно ранее были нередки случаи сбоем обновлений при малом количестве места на системном диске, после которых может быть затруднительно восстановить систему. Зарезервированное хранилище используется для части временных файлов системы и сторонних программ. Чтобы узнать размер зарезервированного хранилища, откройте параметры, система, память устройства, системные и зарезервированные. На некоторых системах обновленных до Windows 10, 19.03 зарезервированного хранилища может не быть, как в моем случае. Для его включения откройте окно выполнить и введите RecEdit. Перейдите по следующему пути, дважды нажмите по этому параметру, измените его значение на 0, нажмите ОК, закройте редактор реестра и перезагрузите компьютер. Как видите, теперь эта функция включена. Еще в майском обновлении Windows 10 получила новую функцию Windows Sandbox – Песочница. Компания с ее помощью хочет избавить пользователей от страха запуска неизвестных исполнительных .exe файлов на компьютере. Она представляет собой простую виртуальную машину, которая позволяет запускать приложение в изолированной среде. Метод разработан с прицелом на безопасность, так как после закрытия тестируемого приложения все данные песочницы будут удалены. Теперь не нужно настраивать отдельную виртуальную машину, как это делает большинство опытных пользователей. Компьютер должен поддерживать возможности виртуализации в BIOS. Эта функция доступна в профессиональных и корпоративных версиях Windows, так как они считают, что подобные функции действительно нужны скорее опытным пользователям, а не всем подряд. Вдобавок по стандарту ее в системе нет, нужно установить через панель управления в выборе компонентов операционной системы. По умолчанию песочница отключена, но легко включается в компонентах Windows 10, панель управления, программы и компоненты, включение или отключение компонента в Windows. Песочница Windows. После установки и перезагрузки системы AirLake Windows Unbox появится в меню «Пуст». Еще одной из лучших новых функций майского обновления Windows 10 можно выделить рекомендованные способы устранения неполадок. Эта функция позволяет в операционной системе автоматически исправлять многие критические проблемы на вашем устройстве. К примеру, система может автоматически восстанавливать настройки по умолчанию для критически важных служб, изменять настройки в соответствии с конфигурацией вашего оборудования или вносить конкретные изменения для нормальной работы. Критическое устранение неполадок происходит автоматически и не может быть отключено. Хотя вы не сможете отключить эту функцию, но у вас есть возможность использовать страницу диагностики и отзывов для управления поведением данной функции. Сколько раз вы сталкивались с тем, что забывали изменить период активности системы для предотвращения внезапной перезагрузки и применения обновлений. Теперь вам не нужно постоянно настраивать период активности, достаточно активировать данную функцию и система настроить его сама автоматически, в зависимости от активных часов работы ПК. Для включения опции откройте параметры, обновление и безопасность, изменить период активности, автоматически изменять период активности для устройства на основе действий. Microsoft наконец-то услышали пользователи Windows 10 и предоставили больше контроля над установкой обновлений. Теперь все пользователи операционной системы смогут откладывать обновления на неделю. Причем еще они позволили выбирать, когда устанавливать последнюю крупную версию. Пользователи Windows 10 смогут оставаться на существующей версии и продолжать получать ежемесячные обновления безопасности, избегая последних функциональных сбор. Хотя в Windows 10 и была возможность временно отключать обновления, но эта опция была доступна только для пользователей, работающих под управлением профессиональной версии. Поэтому это особенно важное изменение для пользователей Windows 10 домашнее, так как крупные обновления не всегда оказываются достаточно стабильными. Microsoft также изменила принцип распределения пространства под обновление Windows. Некоторые обновления могли не устанавливаться, если было недостаточно свободного места на системном диске. Как я уже говорил ранее, система теперь резервирует около 7 гигабайт дискового пространства для центра обновлений. Если вы когда-либо писали текст с использованием специальных символов, то вы знаете как неудобно запоминать коды в сочетании с клавишей Alt или же искать их в интернете. Начиная с майского обновления, вы сможете быстро вставлять текст или сообщение в социальной сети нужный вам символ. Чтобы открыть обновленную панель Emozi нажмите следующее сочетание клавиш. Эта панель включает раздел для быстрого поиска, вставки символов и даже символов лица као мунти. Здесь вы найдете знаки припинания, валюты, геометрические, математические, латинские и языковые символы. Кроме того система запоминает наиболее часто используемые из них и заполняет ими соответствующую укладку для быстрого выбора их в следующий раз. Поиск не является новым для Windows 10, но начиная с этой версии, он серьезно изменился. Microsoft отделяет функции поиски и Cortana на панели задач Windows 10, что будет хорошей новостью для тех, кто не является поклонником голосового помощника. Теперь это позволит обрабатывать голосовые запросы отдельно от ввода текста в поле поиска. Windows 10 теперь будет использовать встроенный в операционную систему поиск для текстовых запросов, а Cortana для голосовых. Кстати новый интерфейс поиска выводит популярные приложения, последние действия и файлы, а также опции для фильтрации по приложениям, документам, электронной почте и веб-результатам. В целом поиск не изменился, но теперь его можно осуществлять по всем файлам на этом компьютере. Это направление компания наверняка будет еще улучшать в будущих обновлениях, предоставляя пользователям все более мощные инструменты поиска. Кроме того, в приложении вы найдете новую страницу параметров для настройки всех аспектов поиска. В том числе и новый расширенный параметр, который позволяет выполнить поиск по всему устройству, а не только по документам, фотографиям, видео и рабочему столу. Можно удалять еще больше встроенных приложений. Microsoft постепенно дает пользователю Windows 10 возможность удалять все больше условно-бесплатных приложений, которые являются частью операционной системы. В обновлении 19.03 теперь можно отключать такие приложения, как Groove Music, Mail, Calendar, Movies, Calculator, Paint 3D и 3D View. По-прежнему нельзя обычным способом удалить приложения вроде Camera или Edge, но с переходом браузера Microsoft на движок Chromium вполне вероятно появится возможность удаления и Edge. У нас на канале есть хорошее видео о том, как удалить стандартные приложения Windows 10. Ссылка будет в описании. Среди небольших изменений, которые следует упомянуть, безусловно, есть и новый ползунок яркости. Он доступен в центре уведомлений и позволяет быстро настроить яркость экрана. Инструмент заменяет плитку, которая позволяла переключаться между заданными уровнями яркости экрана. Теперь можно быстро и непринужденно выставить, например, 33% яркость. Эта опция доступна для ноутбуков. Если вы используете внешний монитор, то ползунка, скорее всего, в панели уведомлений вы не увидите. Это, конечно же, не полный список всех обновленных функций. Если вы нашли что-то новое и более интересное, что я не включил в этот обзор, пишите в комментариях. А на этом все. Надеюсь, вам было полезным данное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр. Пока.